Раскрыта кража из чебоксарского салона меховой одежды. Напомним, в конце октября прошлого года злоумышленники проникли в магазин, разбив окно, и забрали 23 дорогие шубы из соболя, норки и рыси. И хотя следствие еще ведется, в Министерстве внутренних дел почувавшей сочли возможным рассказать о том, что удалось выяснить к настоящему времени. Преступление названо дерзким. Злоумышленники знали, что магазин находится под охраной, однако успели совершить кражу за то время, что прошло от поступления сигнала на пульт до приезда наряда. То есть всего за две минуты. Сложность составляла, что задержать одного из преступников, потому что основные участники преступления были жители Санкт-Петербурга. За несколько дней до совершения преступления преступники заходили в магазин для того, чтобы, ну, под видом покупателей, двое мужчин спортивного телосложения пришли, выбирали шубы для девушки. И при этом, когда зашли, они спросили, где самые дорогие шубы. Сегодня, по словам Шеребжана Касанова, задержаны двое. Один житель Чебоксара и один уроженец столицы Чувашии, проживающий в Санкт-Петербурге. Следствие располагает практически полной картиной происшествия. Это большой комплекс колоссальной работы, потому что, как бы, сегодня сейчас можно говорить о том, что мы знаем поминутно даже, куда они ходили, с кем общались, где были. Но для этого нужно было практически полгорода перевернуть и поанализировать все необходимые, с людьми разговаривать и так далее, таксистами, на которых они передвигались, выяснять квартиры, где они снимали и так далее. Окончательный вердикт вынесет суд. Пока же преступление квалифицируется как кража с причинением особо крупного ущерба. Наказание до 10 лет лишения свободы. Елена Гальперина, Александр Петров, Республика.